расскажите пожалуйста попал предварительно предвоенные годы вот было у вас ощущение того что будет война вот какие-нибудь чувства были вот что скоро война скоро война или жили как жили да не было я была студентка я жила жила в воронеже вот никакого предчувствия мышц нет старики всякие говорили что война война должна быть а у меня был жених на на этой западной украины что он там в командировке не говорили все закричу засекричено все было тайна какая-то никто ничего не знал а как узнали про начало войны все начало войны до до воронеже сразу стали часов в 10 утра уже бомбили неожиданно ну конечно все говорили что будет война мало что говорили варя говорят говорят а а потом они равно прямо вот я помню у меня это название в институте я училась на занятия надо было войти я вышла что все бегут бегут и что такое не парке ворот детей это убили и кто убил они да вот шутка значит самолета то есть в воронеже сразу начали бомбить и надо как-то сразу в одним словом а как вы были призваны как вы были просто отец у меня был врач значит он сразу его сразу взяли вот и я тоже никто мне не призывал я добровольно тоже пошла в госпиталь работать потому что нас в институте учили был сам и военное дело и все и сама в госпитале работать медсестрой расскажите про то как у вас было события вперед войны самое трудное запомнилась как вообще самое сложное ну сложно конечно сложное у меня был жених он прямо там там на фронте и конечно события какой запомнилась вообще больше всего на фронте который был ой какое там событие бомбили господи такой страх был что и не скажешь что идет отдельно какой-то событий а радостные моменты были были конечно моменты какие-то допустим там сейчас трудно конечно были как объявляли что освободили допустим там какой-то были конечно а вас награждали это что то мы все как работали как принимали вот раненых ухаживали за ними на самой передовой мы не были а где господи там ходил господи его господи он в воронеже а потом как нас немцы шли и как говорят гнали нас самый период господи его господи грандиенко не было в воронеже потом там близки было потом сюда дальше то до тамбова они подошел этот господи но сам бы по-моему это трудно сказать это же как говорят бежать бежали все время а вот какое было отношение сослуживцев к сталину сталину это что вы это отец родной все так говорили что вы только только сталин только сталин ну может где-то кто-то что-то говорил не знаю все хорошо да внешне тогда так страшно было что никто даже и подумать нельзя было что-нибудь даже страшно было подумать что вы а вот вера в бога как помогала вам во время войны я не верила вот такой вот еще вопросик ваше отношение к ними немецким солдатам вы их видели конечно видимо они уже здесь вот здесь в этой квартире жила и потом сюда вот эвакуировалась и и тут тут потому что надо было в институте я училась в воронеже а потом это соли ваш немцы вообще-то трудно сказать потому что я студентка была и это но здесь не с первым институтом ездила осуществом где папа мой работал в госпитале врачом у нас вся семья работа это служила по госпитале наташ и что ли я смотрю патриотической организации стали мы снимаем фильм про войну вообще хотя бы о таких вещах предупреждать надо посмотреть какой у меня по порядку думал я в таком виде ужас но сейчас все парочку трех вопросов как вы думаете почему вообще началась эта война это большой федеральный проект мы снимаем историю каждого ветерана чтобы на основе этого сложилось большое представление вообще все просто сейчас очень много народу очень много сил как вражеских так вот которые работают за деньги они хотят как бы поменять историю чтобы поменять потом эту историю будут на сайте ты можешь в любой момент посмотреть я все поняла хорошая картинка хороший у меня мама очень интеллигентный вообще платки никогда не ходит в жизни это просто она была бы не расстроить не расстраивайся как вы думаете почему она началась война и как что нужно чтобы ее не было в будущем как вы считаете что нужно сделать чтобы войны больше не было ваше мнение понятно